Итак, ребята, всем привет! У нас новый выпуск по рояль, и я нахожусь на аккаунте, на котором 6 сток кубков. Сейчас вам покажу колоду, и, кстати, хозяин аккаунта со мной сейчас в скайпе. Всем привет! Значит, колода моя самая нелюбимая, я ненавижу эти деки, мусор, мортирует, я просто не взлюбил эти колоды, потому что они очень часто встречаются, но, фак, этими колодами тащат и берут реально топы. Я вам сейчас покажу противников, которые подбираются ему. Вот, пожалуйста, рекорд 6, почти 500 у противника, 68 место в мире. То есть, ну, противники реально жесткие, и повторочки сегодня будут крутыми, поэтому приятного вам просмотра. Итак, первый повтор против гиганта и двумя принцами. Ну, рассказывай, что за голода у тебя, и что там... Сначала ставишь мортиру, но тут я не стал ничего дефать, подождал, ну, потому что непонятно, где-то мне. Сейчас скину мышей. Да, понятно, задефаешь. Ну, он тебе считается контра, да? Ну, да, потому что 3 с половиной. Ну, сейчас дальше... А скажи мне, пожалуйста, что контра этой грёбаной мортиры? Я хочу собрать эту... Ну, вышибал. А, ну, это и есть контра, в принципе. Вышибал. Вышибал гиги големы с торнадом, там, с тремя сплами. Что, серьёзно? Вот, я думал, гиги... Ой, големы-то всегда изи, блин, для мортиры, нет? Нет, если с торнадой, то нет, не всегда изи. Угу. Итак, хороший, кстати, заход с хогом, блин. Он практически тебя не дефал. Тут у него стрелы были. О, хороший пушик был. Так, и как же ты это остановишь? Бревно. Так, летучие мыши. Вышей, и сейчас банда пойдёт. Зап уничтожает мышей. Ну, да, в принципе, банда с ледяным духом. Ну, вышку ты не теряешь, да? Или теряешь? Нет, теряю, теряю. Теряешь вышку. И уже, конечно, ситуация не очень. Да. Ну, сейчас всё решится. Угу. А, вот, против... Кого тебе ещё тяжело играть с этой колодой? Кроме гигантов, там, големов? Кладбище тоже тяжело, если с ядом, плюс торнад. А, ну да, много мусора, в принципе, да. А против кого прям изи-изи вообще? Спеллбайт. Вообще просто изи. Спеллбайт? А против мортир... Как играешь? Ну, тоже, допустим, против тебя тоже мортира. Мортира в основном на деф? Если такая же, как у меня, то просто на ошибках ловлю, и всё. А, я понял. Ну, это надо, в принципе, смотреть. Так, а... А если такая с торнадом, то, ну, сложно. То проигрываю, то выигрываю. Угу. Ну, пока я вижу, тебе не сильно весело. Минус одна вышка, и вторая тоже. Ну, да, но он тут запчаст плохо кинет. Ага. Да, кстати, банда гоблина нанесла неплохо урона. То есть он потратил 7 эликсира, а ты тоже 7. Да. Ну, да, но он сейчас в преимуществе в большом. Ну, да, это же контратака. А как ему надо было к этому? Мне кажется, ему нужно было пушу устраивать. Вообще, вообще не надо было подкидывать, мне кажется, принца, да? Вот и тут, и сейчас я его поймал уже. А, у него зап, следующая карта. Сейчас, сейчас, арду я выкину. Ой, хорош. И сейчас стрелы полетят, но ты успеваешь добить пламенного и мегамуха. Нет. Нет. Но, мартира сколько? 3000 успела сделать, плюс ты забрал справа башню. Но, по вышкам все равно лидирует пока противник. Смотрим дальше. Два принца. Ты уже по вышке бьет. Ой, хорош. А у него, а у него есть зап, что он может переагрить? И вот сейчас реально вот, капец, как это остановить? Это реально жестко сейчас. У тебя ракеты нету, там надо нету. Так, орда миньонов. Стрелы. Ледяный дух. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ванда. Зап. А, поизон. Блин, опасно вообще. Тут зап сейчас будет вовремя. Да, именно... А нет, одну тыку сделал. Охренеть. Я почему-то сначала думал проиграю. Ну, как бы я тоже, если бы не знал итог. Потому что у меня без шанса, потому что 3 спала, контракт. Но не так-то было. Так, смотрим, смотрим. Сейчас будет камбэк. Ставится мартира на деф. Стрелы. И всё. И правда, и всё. И всё. А у него реально нечем было контрить. То есть не было такого юнита, который быстро бы уничтожил Хога. Хотя там лоу хп. И, кстати, у него тоже там последняя тычка оставалась. Да. Крутой бой. Итак, второй повтор у нас против Голема. Двух принцев. Торнадо. И маленького дракончика. Кстати, я подобную колоду искал. С Големом, два принцами. Я возьму себе на заметку. Рассказывай сложности против этой колоды. И как вообще против неё тащить. Ну, просто вначале он поставил сборщик. Я сразу пошёл в атаку. Воспользовался моментом, да? И сразу минус вышка. И минус сборщик. Вот это, конечно, больно, когда я играю с Големом. Минус сборщик, минус принц. И по эликсиру я неплохо так. Ну, не отстаю, короче. Ну, да. Вот меня тоже такое бесит, когда с Големом играю. Блин, и по вышке урон, и по сборщику. Ну, сейчас, мне кажется, сборщик лучше ставить за вышкой. Потому что, ну, ракеты сейчас мало берут. Очень редко. А с мортирами очень часто. Поэтому посередине уже не вариант. Мне кажется, за вышкой лучше ставить сборщики. Ну, это да. Но всё равно есть такие, которые ставят по центру. Ну, да. И тут ты решаешь на трёшку идти, да? Ну, да, потому что он выпустил. Я знал, что уже торнадо есть. Ага. Зап, ну да, не получилось. Тут остнаил банды его. Он не коснулся к вышке, нет? Нет, нет, нет. Так, отлично. Вот тут один удар делал. В этом повторе, конечно, сразу в начале преимущество за тобой. Если предыдущий прямо смотрел, и я не понимал. Я дико удивлён, что ты там выиграл. То здесь уже более-менее, как бы, ну, относительно. Да, вот тут опять сборщик, я маркирую. Так. Ага. Он выбрасывает тёмного принца. Мы. Так. Хорошо. Сборщик тебе нечем контрить? В принципе, да. Мне кажется, тебе контра ещё сборщик, три мушкетёра, вот такие вот колоды, да? Нет. Ну, голем с три мушкетёром нет, ни контра, разве? Нет, не всегда. Да, ну, если со стрелами, то там, главное, из цикла выбить стрелы у него. То есть, что он на банду, на мышек скинул, и тогда орду выкидываешь. Угу. Ну да, в принципе, забайтить надо. Так, хорошо. Ну, и что у нас? 2000 хп на башне противника. Ты ставишь, короче. У меня нет эликсира, вот опять я его поймал сейчас. Угу. Ну да, вы одновременно поставили. Да, да, да. И сейчас хорошо. Но он понимает, что ему нету смысла, хотя, вижу, он минжуется немножко. Сейчас он просто ему комбинацию составлять надо, и я бы его на его месте бы на трёшку, наверное. Тут мне нужно трякончику сейчас контрить. Ага. Ну да, в принципе. А, ну торнадо он слил, в принципе, ордой миньонов сейчас задефаешь. Ну, тут он пушу устраивал. Угу. И так, выбрасываешь орду миньонов, уничтожаешь. Чтобы принц не ударил. Ой-ой-ой-ой, ну всё, тут минус вышка, нет. А ну-ка, смотрим, смотрим. Ну да, он забрёт. Да, вышку забирает. И остаётся 763 хп на левой башне. Но это, в принципе, с Хогом можно забрать. Мортира. Тут вот ошибку. Что голема всё, я сейчас его добью. Ошибку он допустил, да? Что голема выбросил? Да. Так у него торнадо... Потому что он сейчас его оттянет и опять мортиру поставил. Ага. А, то есть у тебя цикл прокрутился? Неплохо. Да, ну у меня там цикл быстро крутится. 2,9. Ну да. Так. И... Что, прям от Мартём? По банку он уже шёл. Ну да, и видно, что неплохо сейчас получается, но... У него нечем контрить было миньонов. Да. А так бы он забрал бы тебе трёшку. 1700 хп осталось. Вот тут я уже просто с этим... Хоть у него и торнадо, да, и... И всё, и дракончик переапривался, и всё, и мортиру уже добивает рюшку. Изи, изи, мэн. 97 хп, ну там уже, естественно, каким-то с полом добьём. Ну, этот поединок был, конечно, на твоей стороне, но в конце... Ну, потому что преимущество в начале было. Да, да, да. Ну что ж, едем дальше. Итак, третий повтор у нас против Мега-рыцаря и Шахтёра, да? Да. Ну, у нас сегодня, ребята, будет 4 повтора. Вот. Четвёртый будет тоже против Гиганта. Ну, рассказывай, против этой колоды как и какие сложности? Ну, то, что у него много мелочей, он и байтит на бревно, и на зап. У тебя 2 спала, да, только, получается? Плюс у него бочка, и 2 вида мух. Ой, это, гоблинов и ещё мышки. Угу. Ну да, в принципе, воздуха много, а тебе только запом контрить. То есть сложно. И нужно правильно ледяным духом пользоваться. Да, да, да. Да, так, и как вообще против этой деки играть? Ну, ловить на ошибках только. Потому что так-то там... Нелегко, да? Нет. Я понял. Итак, что у нас происходит? Ты уже ему снёс 1600 хп. По эликсиру ты в плюсе. Сейчас ставишь мортиру, и он выбрасывает банду гоблинов. Так. Тут я даже не знаю. Летучих мышей успеваешь? А тут я сейчас начну. Успел. Успел плюс хок сразу наперёд. Он запает. У тебя нету запах, к сожалению. Но хок делает тычку. И ледяной дух. Отлично вообще. Забирает и мышей. И мортира... И мортира тычку, да? Насколько я понимаю, взял. Отлично. В то время, когда противник вообще нам пока урона не нанёс. Так, хорошо. Так, я извиняюсь. Сейчас, я так понимаю, ты готовишься ставить мортиру, да? Да. В атаку или на деф? В атаку. А, в атаку слева. Да, и бревном сразу все. Так, сейчас, я так понимаю, будет банда гоблинов с шахтёром, скорее всего. Шахтёр. Потому что ты бревно слил. Орда. Орда мух. А, у него зап, но он как бы... А, ну ему зап либо туда, либо на миньёна. Да. Да, то есть у тебя тоже колода байкит неплохо так с пылы. Состоит, блин. Ну, если когда играешь против трёх с пылов, это не очень там хорошо играть. Угу. Там, то есть, либо ловить на ошибку... Против моей колоды с гигантом, которой я играю, тяжело? Да, но не всегда, конечно. Просто мини-пеку главное, чтобы слили и всё. Тогда уже хок проходит хорошо. Так, и у нас сейчас атака с мега-рыцарем на нас, точнее, идёт. Орда миньёнов. Хок, хок запустите. Ага, зап. Так. И мортира сагрилась на вышку. Придевает. Да, да. Я уже на ДТФ собираюсь идти, и всё, дальше он уже не стал ничего делать. Угу. Ну да, как-то и тебе вначале всё. Ну, блин, у него, я знаю, ещё колоды подобные с Пойзоном есть. То есть, с Пойзоном будет посложнее, да? Тебе. Да, поэтому, ну... Он вообще ничего не смог сделать из-за всех. Ну, тут понятно, очевидно уже, что осталось 11 секунд. Да. Ну, опять же, это третий поединок. Я бы не сказал, что он был прям такой... Вот мне первый понравился, реально. Там ты так красиво затащил. Сейчас ещё четвёртый будет, вот там тоже. Смотрим четвёртый. Итак, ребята, последний бой, это бой за 6129, да, кубков? Да, да, да. То есть, это последний бой, который дал нам 600 кубков, и нам контра. У нас, против нас три с Пыла, гигант с двумя принцами. Это реально контра. И вот сейчас противник по левой стороне атака у нас по правой. То есть, как-то нам повезло, что мы одновременно выбросили карты, и нам хорошо, что мортире никто не препятствовал, собственно, кроме мышей, да? Да, я хорошо задевал сейчас. И сколько мортира? Две тычки, по-моему, сделало. Да, две тычки. Это хорошо, 2900 хп. Но в этот раз противник понимает, что ему надо оттачить по правой стороне, так как мы тоже будем оттачить по правой. И выбрасывает гигант из принца. Вот тут он то, что принца выкинул, хок неплохо зашёл. Да, 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 пару тычек сделал. Но тебе теперь надо это остановить как-то. Смотрим, ставится мортира, летучие мыши, ледяный дух. Ему вот сейчас хочется кинуть стрелы, но и нельзя, нельзя выбрасывать стрелы. Но выбрасывает, да, ну, блин, это... Хотя у него зап, стрелы и файр, у него прям реально тебя много что контрит. У него прям чистый контракт у меня. Да. Вот тут мегаминьон проходит, конечно, и более... Ну, понятно, смысла уже не было, потому что... Ну, что там, хока ты мог бы выбросить, да? Я сейчас собираюсь контр-атаку. Так, хок плюс зап на мышей, если будут, но он не выбрасывает. Орда миньона, у него нету стрел. Хорошо, задефлю. Ну, у него есть файр. Еще плюс мортира. Ну, да, файрша, выкиньте я мышек. Так, мышей, но у него есть зап. Ледяный дух, чтобы не ударил по кучке. Да, да, да. Отлично, отлично задефал, но принц все равно пару тычек сделает. И, в принципе, уже... Пока, да, но ненамного. Ну, да. На 90 хп. Да, не, на 90 хп ровно. Вот, по эликсиру вы прям тютелька в тютельку идете. Да, да, да. Интрига. Так, сравнял шансы свой соперник. Ой, это, конечно, он, наверное, зря. Хотя у него не было там выбора особо-то. Гигант с краю карты. Мортира на деф. И выбрасываешь орду миньонов. Да. Ну, это выкинул там с тобой. Он решил, короче, сделать хорошую комбинацию. Два принца. Он сейчас все просто будет выпускать. Ну, это правильно, в принципе. У него другого нету выбора. Это колода у него... Так, мортира, зап, банда, короче. Весь мусор. Вот, что меня бесит постоянно против мортира, что, блин, ты вроде имеешь три спыла, но, черт, постоянно находятся какие-то карты, которые постоянно выбрасываешь. Либо ты цикл быстрее прокрутишь до тех же там мышей. Либо, я не знаю, ну это жесть просто. Реально, вроде он те и контра, но с другой стороны, видишь, ничего не получается у него. Он какие-то, может, ошибки допускал или победа в честь чего-то. Вон то, что принца, когда гиганта с конца и принца за него выкидил. А надо было как? Принца сразу было кидать, чтобы хогать деф. А, а, я понял. Тут он даже не давал вышку добивать мне. Ну, в принципе, 240 хп несложно будет добить. У него нету ни торнадо, ни зданий дефа, то есть в любом случае... Но все равно он сейчас будет в атаку идти, и трудновато. Ну да, сейчас, кстати, напряженно. 240 хп осталось, и мортира сейчас... И... Нет, не выстрелило, блин. Так, вот сейчас будет хорошая атака. И вот сейчас вот фок и плюс бревно. Плюс бревно. И победа. Отличная победа, ребят, вообще просто замечательно. Итак, в общем, ребят, можно подытожить, что вы можете любить мортиру, можете не любить. Я вот, в принципе, отношусь к ней, ну, очень неотрицательно. То есть я не люблю ее встречать в глобале, она мне реально надоела. Но факт остается фактом. Она тащит, есть немного разных связок и колод. На данный момент мы видим колоду с хогом. Да и хог сам по себе тоже в свое время был топом, да и сейчас он не уходит на вторые ряды. Поэтому, что я хочу сказать. Если вы хотите тащить и вам нравятся подобные колоды с мусором, обязательно берите и пробивайтесь в топ. Я вам показал сегодня хорошие повторы с хорошими примерами и против контр колод. Остальные колоды вообще на изи, да, то есть выигрывать. Ну, не так сложно, как... То есть вам контра это три с пыла. Вот. И я вам показал... Да, я вам показал, как в каких моментах нужно действовать. То есть ловите сюда противника на ошибки, либо где он больше эликсира потратит, сразу же атакуйте. В общем, нужно смотреть по ситуации. Но в целом, я думаю, вам и так понятно. Если вам колоды это не нравятся, то ждите еще видосики будут. Ну и я думаю, что этот ролик заслуживает лайка, подписки, потому что 6-100. Не знаю, возьмет ли Николай еще больше. Но мы еще откроем на этом аккаунте Драфт Сундук. В общем, что ж. Спасибо за просмотр. Спасибо хозяину, что предоставил нам этот аккаунт. И мы посмотрели повторы. На этом буду прощаться. Всем желаю удачи. Хорошего настроения. До новых встреч. И всем пока.